Когда в Сумгаите, а потом и в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа. В конфликте, который начался еще в Сумгаите, а потом перекинулся в Нагорный Карабах, здесь у каждой стороны своя правда. И армяне Нагорного Карабаха в свое время взяли за оружие для того, чтобы защитить в своей жизни достоинство. Элементов надо отметить, наверное, митинги, которые начались 12, 13, 14 февраля 1988 года в Ханкианди, тогда он назывался Степанакертом. И на этих митингах собравшаяся толпа, то есть карабахские армяне скандировали мяцу. Это широко транслировалось, в том числе по центральным телеканалам. И почему-то никто из армянской стороны сейчас не считает началом конфликта, как раз хотя бы рамочно, если они отрицают то, что было в Кафане, в Кукарке в конце 87-го, в начале 88-го года, то есть изгнание азербайджанцев. То элементарно, наверное, логично было бы начать свою эпопею, в кавычках, национальное движение, в кавычках, освобождение Карабаха. С того самого мяцума, который объявили еще задолго до сумгаицких событий. И именно эти митинги спровоцировали беспорядки, в результате которых около Аскерана и были убиты двое азербайджанцев. Но, по всей видимости, армянская сторона, она все-таки больше рассчитывает на те говорящие головы на зарубежных телеканалах, которые везде, как мантру, повторяют вот эту, скажем так, многоходовочку того, что все начало с сумгаито. И я думаю, вам будет интересно, я один факт приведу. Во время многочисленных поездок, встреч с армянскими историками, журналистами, за рубежом были такие дискуссионные площадки. И обязательно армянская сторона по поводу Карабахского конфликта начинала обсуждение. Вот первый, естественно, обязательно первый этап. Они говорили, вот все начало с сумгаито. Как бы пытаясь свалить ответственность за последующие события на то, что вот сумгаито, якобы азербайджанцы, учинили погромы. И во время дискуссии я помню, что одна из представительниц армянской стороны, я даже ее имя помню, журналиста Манэ Папян, она громко заявила, что если кто-то докажет, что до сумгаито было что-то, то она дает слово это расследовать. Ну, в меру той информации, что у меня была, я дал ей данные по Гукарку, по Кафану, приблизительные локации, где происходили беспорядки и уничтожения, и избиения азербайджанцев на территории Армении до сумгаито. И она действительно провела свое журналистское расследование. Что она сделала? Она встретилась с теми самыми фигурантами, с главами милиции, партийными деятелями, которые участвовали и возглавляли погромы против азербайджанцев в Кафане и в Гукарке. Эти люди с удовольствием мне рассказали, что они там учинили, что это был заказ высшего руководства Армении и КГБ Армении. Все собранные материалы и фотографии были опубликованы на трех языках, то есть Мане Папиан сдержала свое слово. И я думаю, сегодня, если когда возникает дискуссия, наверное, в том числе можно ссылаться на вот эти материалы, как доказательную базу того, что конфликт начался еще задолго до сумгаито. Правда, домировал сообщество после независимости, конечно, уже начало. Но после независимости уже про сумгаито особо не вспоминали, Армении там приводили каждый раз. На мировое сообщество очень быстро мы довели, и что такое мировое сообщество? Вот Совет без запаса ИОН выражает мнение всей мировой общественности, да? И он четырежды принимал резолюцию, требующую от армянских вооруженных сил освободить оккупированную территорию Азербайджана. Это уже глобальный такой процесс, понимаете? Там уже ни Сунгарит, ни Дитали. То есть весь мир понимал, что они оккупировали, и на переговорах они, правда, давили, но очень мягко, недостаточно сильно давили на Армению. Так же, как, кстати, в советское время при Горбачеве на Армению не давить. Тогда же Армения нарушала Конституцию СССР, понимаете? Они вразрез шли и с международным правом сейчас, и тогда с Конституцией СССР, который говорил, что если хотите менять границы, то республики должны договориться между собой. То есть нельзя, не спрашивая другую республику, отнимать ее территорию. Армянский Верховный Совет проголосовал за присоединение Карабаха к Армении. И до сих пор это постановление есть. И вы знаете, с одной стороны, они говорят, что Нагорная Карабахская республика – это независимое государство, а с другой стороны, когда Качаряна хотели сделать президентом, и все сказали, что слушайте, а он же не жил в Армении, надо, чтобы он здесь и не жил в Армении. Они тогда сослались как раз на это самое незаконное постановление о присоединении Карабаха и сказали, нет, а Карабах же это Армения, поэтому он же жил в Армении. Так Карабах – это Армения или все-таки независимое государство? То есть я хочу сказать, что когда идешь против закона, то это как шило в мешке не утаишь, да, то это, вся эта глупость, я еще пытаюсь помягче это сказать, если не тупость, да, она вылезает то оттуда, то отсюда. Они пытались обмануть всех, но международная общественность не обманешь, понимаете, независимое право, оно кровью прописано. И все эти годы резолюции требовали. А вот великая наша победа именно заключается в том, что мы эту резолюцию выполнили.